Красноярска! Встречайте! Флэтир Тэйнэко! Представитель Грозного! Встречайте! Адам Усмаев! Жанная публика и рефери в октагоне Ашот Ашуян Анапа! Ну, собственно, вот и первый поединок. Давайте начинать. Владимир Тэйнэко против Адама Усмаева. Одна победа у Усмаева уже на профессиональном ринге, но совсем молодой, еще 18 лет, тем более, что для Тяжа это вообще не возраст, ну, в моем понимании. Владимир, третий поединок в профессионалах, 1-1, по крайней мере, такова сейчас его статистика, которая значится, а базовый панкратион, ну, как. Честно говоря, интересно, в каком состоянии сейчас именно Адам Усмаев и что он будет делать. Ну, Красноярск известный бойцовский город, в том числе, там очень сильная школа борьбы, вольной борьбы, там в том числе выступал наш великий Буайсар Сатиев, вот, он выступал на Закрасноярск. Вот, ну, здесь заявлено панкратион, так что, я думаю, с ударной техникой у Владимира Дайнек все хорошо. Все должно быть нормально, пока набрасывает одиночный, прихват ждал этого удара. Сейчас Усмаев и пошел сразу же к борьбу, но свалить, по крайней мере, сначала не получилось. Зато поджал. Ну, он выходил в футболке с Исламом Бека Альбиевым, вот, олимпийским чемпионом по греко-риншко-классической борьбе. Вот, я подозреваю, что у него еще есть базовая борьба-классика, то есть он на каком-то уровне именно, ну, как видно, он неплохо себя чувствует в клинче, он сразу начал поджимать к сетке, поэтому наверняка у него есть и за плечами базы греко-риншко-борьбой. Почти получилось. Ну, потому что, да, вот лезет в клинч, вот, держит плечико ниже, в принципе, все делает хорошо. Ну, Владимир Дайнек отлично сейчас сработал коленом. Да, не дает, не дает слишком низко опускаться, забирать спину, вот, забирать ноги. Посмотрим сейчас, как отработает этот эпизод. А вот здесь, а здесь внимательнее. Какими ударами Александр Волков сбоку одного из своих соперников накрутили? Да, был такой момент, Беллатр, и... А хорошо попал тогда в челюсть? Очень хорошо, хорошее точное попадание, причем не очень понятно, как бы, особенно, чем там бить. То есть спиной ты не ударишь, ногой не... Ну, да, рукой. Да, да, пятку закрутить не получится. Вот, поэтому одной рукой, тем не менее, за счет точного попадания выиграл. Но это дела уже минувшие, сейчас, как бы, смотрим поединок. Он пропустил несколько ударов. Ну, решили поменяться, так, отлично. Ну, в ударной технике Владимир Дайнек смотрится попредпочтительней, что ожидаемо. Хотя, вот, сейчас пропустил такую... Тяжелую плюшку, такую левую сбоку. Левую боковую. Ну, удар, который смотрится тяжелым, далеко не всегда такой. Зачастую это бывает сильный толчок, да? Вот. Ну, смотрим. Пока, да, пока все здорово. Нельзя при этом сказать, что Владимир Дайнек не пропускает. Пропускает? Не, пропускает, да. Да, и у него вот сейчас начало получаться держать на джебе, то есть, держать дистанцию. Адаму нужно находить, конечно, способ заново сближаться. Потому что иначе он его этим джебом просто затюкает. Ну, вот сейчас, например, у него потек нос, да, и думаю, нужно, конечно, ему либо прихватывать ноги, либо вот лезть под удары, именно вот проходить под них. Он прижимает к сетке. Вот сейчас уже не получилось. Да, уже после трех минут поединка скорости упали, упали серьезно. Ну, Владимир, кажется, почувствовал немножко свою игру. Единственное, что, конечно, очень опущенно держит правую руку для Адама. Это может быть шанс. Да, под левой сбоку. Да, под левой сбоку. Вот, ударить в разрез тоже может быть как раз тем его вариантом. Раз-два, жесткая двойка, причем с закрывающим ударом боковым. Тоже слепой получился, но его скрыл очень хорошо. До него иди кричат сейчас. Плюс тут еще судьи должны зафиксировать то, что появилась кровь, и это, соответственно, определенная галочка, да, в графе повреждения в пользу Владимира Дайнека. Опять длинный правый там, опять джеб, джеб провалился. Сейчас повезло, что успел отступить назад, и правый сбоку не дошел. Ну, Адам пока держит дистанцию, но у него, он относительно прямо держит спину, и от каждого удара отклоняется назад, и тем самым, как бы, все равно остается открытым. Можно тут, конечно, работать немножко под руку, то есть, наоборот, под нее чуть-чуть наклоняться. Ну, вот, хорошая попытка. Ногой в голову, тяжелое попадание. Ну, по крайней мере, точное, да. Ну, 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 остановка, все. Остановка, все сейчас правильно, что-то Шубян сделал, потому что дело уже грозило закончиться просто плохо. На бойцовских качествах стоял Адам Усмайер. Ну, Адам молодой талант, возможно, как бы, чуть прежде временно он... Рановато. Рановато, да. Ну, не суть, как бы, по крайней мере, это опыт, возможно, для него это будет очень серьезный стимул, потому что мы знаем много именитых бойцов, которые... У которых карьера начиналась вот ровно вот так. Ровно вот так, а потом они загорались и понимали, как надо пахать, как надо работать, что надо делать для того, чтобы побеждать. Ну, здесь оно как раз вполне себе понятно, потому что, если сразу все получается... Справедливо высказывались и высказывались многие специалисты тренерского цеха. Если у тебя вначале очень много побед без поражения соперников не давали. Ну, вот, например, да, классический такой случай, то, что в юношеском спорте, юниорском, те, кто занимает первые места, становятся там чемпионами мира. Чего угодно еще. Вот, они потом, ближе к взрослому возрасту, обычно уже перенасыщаются своими победами и не находят в себе силы выступать дальше. И те, кто были вторыми, третьими, пятыми номерами в юниорском, юношеском спорте, они выходят на первый план. Поэтому родители не спешите своих детей во что бы то ни стало делать чемпионами в прям все же моменты. Дайте им немножко детства, потом они могут выстрелить намного сильнее. Основатель бойцовской лиги Сибири клуба «Беркут» Мэрбек Хасиев, я его имею в виду, он решил в том числе максимально поднять рейтинг турнира и отбор бойцов. И при этом они, безусловно, учитывают как раз продолжение темы. А непосредственно с кем боец проводился в поединке. Ну, не секрет, что практикуется вариант, что бойца рейтинг 13-0, 15-0, а потом выясняется, что это, в общем-то, левый абсолютно рисованный рейтинг. Примерно равный, да. Вот, и здесь рейтинг ровный. То есть поставили ровных бойцов. И сейчас, пожалуйста, ТКО. Без каких-либо вариантов. Да. Первый наш поединок. Наши поздравления Владимиру. Дальнейшую ему побед. Вот. И удачи. Как он, собственно, пожелал своему сопернику.